Президенты Беларуси и России согласовали все 28 союзных программ. Таковы итоги переговоров двух лидеров. Минск и Москва – полноправные партнеры, что интеграционный пакет и отражает в полной мере. Нефтяная сфера, единый налоговый кодекс, атомная энергетика. Эксперты учли каждый аспект экономического сближения. Договорились даже о переходе к общей промышленной политике. Также стало известно, что союзники снимут все ковидные ограничения на авиасообщение между странами. Пользователи моноколес приравняют пешеходам. Передвигаться на устройствах будет необходимо по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару или обочине, не создавая препятствия другим участникам дорожного движения. Также предусмотрят запрет на использование транспорта в состоянии опьянения и детьми до 12 лет. В слободке горела баня. Сообщение спасателям поступило ночью. Постройка полыхала открытым пламенем, образовалось плотное задымление. Пожар ликвидировали результат. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие, обуглены стены. Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается. В субботу Бобруйск отметит День танкиста. Эпицентром праздника станет микрорайон Киселевичи. Начало в 11.00. Первая часть программы – митинг. Возложат цветы и ныки к мемориалу. Через полчаса начнется концерт. В это же время будут работать тематические и игровые площадки. Квест-игра «Патриот», конкурс рисунков на асфальте, лазертак, аквагрим, батуты. Там же разместится и выездная торговля. Бобруйская «Белшина» 12 сентября сыграет против футбольного клуба «Барановичи» – Вовацевича. Начало поединка в 17.00. Красно-черные сейчас идут на первом месте в турнирной таблице. Соперник занимает 11-ю строчку. Это будет игра 22-го тура. Всего их 33. 18-го числа «Шинники» вернутся на домашний стадион. Будут принимать «Пинскую волну». Продолжение следует...